собственно говоря я надеюсь из тех кто здесь есть крайней мере открывали документе который описывает то что можно делать с интерфейсами поэтому мы начнем с вообще определение что такое интерфейс это будет полезно особенно для тех кто не в курсе собственно говоря к чему у нас есть сайт у нас есть какой-нибудь web application или что-нибудь подобное и нам нужно каким-либо образом взаимодействовать с ним соответственно у нас есть что-нибудь наподобие клавиатуры мыши тачскрина крана мобильного телефона это то через что мы можем данные передавать непосредственно компьютер в устройство а дальше они будут передаваться уже на сервер если это серверное приложение либо на какой-нибудь дистоп на приложение если это надо сюда непосредственно на компьютер то же самое происходит с устройствами вывода то есть если мы выводим что-то на экран мы это можем считывать либо это будет звук в данном случае это тоже устройство вывода и мы соответственно можем что-то слышать видите как-то взаимодействовать системы теперь если нам нужно что-нибудь проверить например вот у нас есть форма которая открыта там сайте поры нам любезно предоставили для того чтобы мы его слегка помучились у нас есть какие-то поля есть поле телефона есть поле имейла есть какие-то ней мы сюда можем вводить данные соответственно для того чтобы ввести мы будем использовать примеру скажем ту же самую клавиатуру что вполне нормально если мы представим что у нас между клавиатурой и непосредственно компьютером есть какое-то дополнительное устройство которое бы считывала все наши действия будь то нажатие на клавиатуре или примеру скажем нажатие на тачскрине возможно какие-то голосовые команды мало ли что и это устройство будет записывать все что мы делаем по сути дела это может кейлогер или что-нибудь подобное после чего все что мы сделали мы можем нажать какую-нибудь там кнопочку и она воспроизведется по новой то есть она сделает то же самое что мы делали только что соответственно мы получим подобие автоматического автоматизации наших действий то же самое можно попробовать сделать считывая прежде чем она попадет на экран чтобы она все что выводит на экран где-то записывал и на самом деле такие инструменты есть к примеру скажем есть вот такая вещь как сирене мы даем это плагин сейчас для хрома раньше он был только для файерфокса собственно говоря его целью является записать то что делает пользователь непосредственно на странице после чего он это может воспроизводить у нас вот как раз вот этот под инструмент может быть использован как та самая black box который находится между нашими устройствами ввода устройствами вывода сейчас качестве примера покажу как она работает кстати если что у нас есть еще кнопочка шар видео если вдруг кому-нибудь my face нужен вот соответственно возьмем например записать новый тест новом проекте а нибудь и мешал неважно то есть мы записали дальше мы вводим url который нам нужен берем вот этот url и вводим его сюда это можно поставить у себя на своем компьютере и абсолютно спокойно с этим проиграться после этого мы начинаем старт рекординг он нам открыл окно с тем url который мы ввели дальше к примеру скажем мы листаем куда-нибудь вниз вводим сюда какую-нибудь информацию важно что-нибудь то есть какие-то выбираем какие-нибудь данные вводим какой-нибудь телефон и нажимаем кнопку после этого он нам написал вот эту ошибку что пожалуйста видите 10 значный телефонный номер после чего мы можем нажать правую кнопку мыши и здесь же вот меню отселению можем проверить этот текст теперь он нам предлагает о том что мы можем закончить запись сильно много записывающим всего мы нажимаем закончить запись назовем тестом тест замечательно что она у нас показала она у нас показала вот в таком списке что мы открыли что-то после этого поставили размер окна после этого куда-то кликнули какой-то тайп вели какие-то данные после этого в маус да он в данном случае этот рекорд и записал все что сумел с нами теперь в чем заключается вот мы теперь берем закрываем вот это окно что это нам дает мы берем и запускаем здесь где то есть запустить тест мы видим что он открыл окно он ввел эти данные и в результате то есть при том что он должен был пойти дальше он куда-то не пошел это одна из проблем как раз вот таких вот и идея которые автоматически записывает скорее всего он поломался когда мы нажимали календарь потому что для этого нужны какие-нибудь дополнительные функции запишем по новой пока есть есть вот этот тест мы сделаем мы сделаем новый теперь мы добавим еще один тест запишем что-нибудь попроще я объясню зачем мы это делаем рекординг он открывается там же мы проходим например туда же вниз вводим номер телефона давайте введем его 2 3 4 вроде 10 символов и нажмем вот эту кнопочку он опять у нас ругнулся что нужен десятизначный опять наберем и проверим текст закончили запись вот у нас есть тест теперь мы на нем нажмем на этом тесте вот те же самые степы те же самые слегка измененные и нажмем на нем play он вел эти же данные и можно нажать его еще раз для тех кто сомневается вот этот мы закроем и нажмем его еще раз может на видео не видно он проводит проверяет этот текст вот этот текст которым проверяет вот те данные которые мы вводим здесь мы можем поменять эти данные например мы здесь введем какое-нибудь другое число соответственно мы можем нажать если сейчас опять же видео это покажет мы ввели другое уже число точно так же здесь есть скорость мы можем сделать медленнее чтобы он это все делал сейчас должно быть показано вот пролистали вниз вот сейчас он начнет медленно ввел данные нажал кнопку и мы это теперь видим что мы получили мы получили если кто это делает впервые этого получили первый в жизни автоматический тест после этого мы можем эти это использовать какой-то набор действий которые мы производим с браузером мы можем всячески например модифицировать его но в нашем случае как мы хотим пойти чуть дальше чем вот это мы можем сделать еще одну вещь которая здесь есть экспорт в данном случае если мы можем все можем джава так как мы работаем с пайтоном на данный момент мы можем сделать экспорт пайтест экспорт он нам спрашивает куда например на улот и мы туда его сохраним вот он сохранился соответственно мы его сейчас перенесем сюда и откроем его внутри например перенесем его вовнутрь чтобы нам удобнее было его читать нет не будем мы его добавлять в гид и вот у нас этот тест вот мы открыли это то что записал нам рекордер на самом деле это можно использовать отправную точку для того чтобы дальше начинать работать с селениумом вообще понимать как он работает вкратце расскажу по поводу импорта здесь вот верхней части там где идет импорт импортируем какие-то библиотеки которые для тех или бы модули которые позволяют нам работать с определенными функциями либо python либо каких-то фреймворков то есть каких-то дополнительных программных продуктов которые упрощают нам жизнь данном случае мы из самого селениума который мы поставим изначально нашу поставку бетона мы импортируем веб драйвер отсюда же мы импортируем метод by что дает этот метод он нам позволяет выбирать вот те самые кнопки поля или еще что-то и производить дальше с ним какие-то действия сейчас можете не смотреть на форму в которой она сделана здесь она сделана в виде классов потому класс это могут быть функции это на данный момент не имеет никакого значения здесь вы можете посмотреть что мы днем например вот у нас есть драйвер который мы определили то что это будет веб драйвер хрома это как расход выбирает веб драйвер который мы импортировали и у него есть параметр chrome назовем это параметром сейчас мы сделали какую-то функцию которая у нас работает с хромом вот именно тем самым интерфейсом между нами и серверной частью между сайтом дальше когда мы пишем вот этому уже драйвером мы можем написать веб драйвер хром и дальше вот здесь написать например где вот нам где это показывает но так не делается потому что скажем так во первых это неудобно во вторых мы определили один раз что у нас драйвер будет какой-то иметь какие-то свойства и дальше мы уже работаем непосредственно с этого драйвера вот у нас есть драйвер и как раз вот тот url который мы вводили изначально мы ввели этот url и этот веб драйвер нам благополучно открыл эту страничку после этого он поставил размер экрана который был он может меняться следующим пунктом который он записал он ищет элемент сейчас мы чуть позже перейдем к моменту определения что именно за элемент и зачем он нам нужен он его ищет бай ней с чем мне нравится потом потому что он более-менее human read его то есть его можно прочитать то что здесь написано при каком-то знание английского языка и минимальном понимании как оно должно выглядеть соответственно дальше он по нейму ищет контакт форм email он ее находит веб драйвер и после этого идет клик как опять же можете догадаться клик обозначает то что мы на него просто кликнули после этого он ищет опять же find элемент под тем же самым именем и в него идет следующая команда send case в данном случае мы тут в него отправляем вот это значение следующем мы ищем уже не по имени а по css селектору это другое параметра поле которое есть и соответственно вот его значение вот когда мы нашли вот этот вот непосредственно поле эту кнопку мы на ней нажали клик следующем идет такое такое понятие как ассер то есть мы удостоверяемся о том что что-то чему-то равно в питоне как и в некоторых других языках программирования двойное равно обозначает о том что мы что-то с чем-то сравнивать я к примеру скажу скажем вот так если я напишу а равно b то это будет говорить о том что а теперь равняется в это небольшое питом то есть если мы изначально сказали что b равняется например одному то написав а равняется б я говорю что и а тоже равняется но однако если я здесь напишу и в а равняется б тогда будем делать что-то двойное равно нам говорит о том что мы должны удостовериться что а равно б есть разные методы то есть это не обязательно должно быть равно это может быть из это если кому интересно можно посмотреть чем отличается и холл от равенства то есть это является тот же самый объект либо тоже самая величина но сейчас не об этом чуть-чуть в сторону синтаксис то есть в данном случае мы удостоверяемся о том что тот элемент который мы нашли с надписью label и его параметр текст будет равен вот этой вот фразе которую мы видели на сайте теперь абсолютно резонный вопрос вот это то что мы увидели то что было записано при помощи selenium и dm то же самое можно сделать вручную и вручную это делается тоже достаточно просто сворачиваем мы закрываем вот у нас есть и непосредственно страничка если мы нажмем f12 в правой части либо в левой либо внизу в зависимости от того где у вас она установлена по умолчанию у вас откроется вот такое непонятное меню если мы например возьмем вот на вот эту кнопку правой кнопкой и нажмем вот здесь вот конспект она нам переведет вот она подсветилась и перевела нас сюда теперь если мы мышкой двигаемся по правой стороне вы видите как она перескакивает и подсвечивает нам какой часть являет какая часть какой части соответствует изображение которое мы видим на экране любого элемента на странице практически у любого будь то картинка кнопка какой-нибудь табличка какая-нибудь ссылка есть свои параметры есть свое имя есть свои свойства есть свои пароли и явки соответственно мы вот сейчас говорим про вот это еще раз можем здесь нажать спектр у нас вернет сюда соответственно здесь мы можем прочитать что это ботан о том что у него есть надпись которая на нем и мы можем использовать о том что в данном случае если мы будем искать по классу а мы попробуем искать по классу имя которого сетей соответственно то что за нас не будет делать дальше селением если мы ему введем эти данные он будет искать конкретно по вот этим вот буквам также мы можем искать по тайпу это будет submit если мы возьмем правую кнопку мыши теперь нажмем на вот этой поле на вот этом поле здесь у нас появится в копии мы можем скопировать x pass x pass это один из наиболее не то что простых на наиболее доступных способов поиска элемента на странице соответственно сейчас мы его скопируем из вас вернемся обратно и шарм и для примера вот прямо здесь мы его ставим вот у нас получился у него есть айди контакт форм он находится в седьмом разделе это кнопка баба то есть по большому счету мы можем сделать вот это вот и найти этот элемент не вот так сделаем потому что не нарушать только здесь написано элемент дальше у нас бай и здесь мы назовем x pass вот он подсвечивает у нас x pass и сюда мы ставим вот это значение то есть вот это вот эти две строчки они идентичны вот эта строчка и вот эта строчка которую только что написали это говорит нам о том что мы можем искать не по какому-то определенно одному параметру эти параметры могут убить раз в разных случаях лучше работают одни либо другие я не могу что надежнее надежнее x pass или айдишник вообще с наиболее надежен айдишник если мы говорим в нормальной системе потому что айдишник в идеале должен быть один айдишники иногда повторяются но это является уже багом который изначально допустили при проектировании соответственно лучше всего опираться на айдишник x pass может двигаться в зависимости от того элемент поменялось его место где-нибудь в таблице в распределении дом модели самому сайту айдишник при этом меняться не будет соответственно это все очень такие специфические вопросы которые оговариваются непосредственно с теми кто занимается разработкой сайта если есть возможность использовать айдишник лучше использовать айдишник если есть возможность найти по классу можно найти по классу если по x pass просто есть у любого элемента а вот айдишник может быть не у любого то же самое как задавали вопрос по поводу класса который состоит из двух частей например то есть бывает к сожалению селениум далеко не всегда может найти по классу который состоит из нескольких слов поэтому тоже поиск по класс найму не всегда получается теперь вернемся немного обратно сюда вот у нас получилось здесь мы можем видеть какие-то дополнительные например вот мы перешли сюда и посмотрели вот это поле вот у нас есть поле у него тайп текст и есть какие-то формы то есть это то что мы можем сюда ввести кстати если мы здесь например введем так для тех кто в теме и в курсе то когда мы сюда начнем что-то вводить у нас вместо отображения текста будут звездочки поэтому защита в кроме например от того чтобы нужно было посмотреть пароль и для этого нужно ввести пароль администратора остается несколько загадочное потому что если у вас этот пароль будет введен форму вы используя все то же самое можете вполне себе спокойно посмотреть все что там написано просто поменять это на текст и никакой пароль администратора при этом не нужен поэтому это очень загадочная вещь ну ну да ладно мы сейчас не об этом дальше у нас есть что-то что написано например вот request instant spot это нажимаем спектр просто чтобы вот нас перекинула чтобы долго не искать мы можем пройтись и увидите что мы видим у нас есть какие-то параметры и есть вот это поле это тот самый атрибут текст который у нас дальше использовался который мы проверяли найдя этот элемент который будет опять же давайте возьмем вот здесь копия спас я покажу что он там есть вот у нас есть их спас он имеет другой вид и если вот как вот здесь посмотрим мы сравниваем с параметром текст элемента который мы найдем так вот этот параметр как раз и будет содержать в себе этот атрибут будет содержать вот эту надпись request санкор если нам захочется проверить о том что это действительно текст соответствует тому что мы ожидаем то мы можем получить из этого элемента параметры текст и сравнить его с этим текстом естественно когда человек будет читать он будет читать это с вот этим шрифтом когда будет читать машина она будет читать просто текст который там сравнивать возможно сравнивать с разными шрифтами возможно сравнивать вообще картинки можно полностью сделать скриншот экрана а потом его сравнивать по пиксель на насколько он соответствует тому что вам нужно но в большинстве случаев достаточно проверить того что идет нормальная надпись так как я говорил уже изначально всяческий юай юзабилити насколько привлекательно что-то выглядит насколько это удобно для пользователя это все-таки больше к мануальному тест мануальным проверкам нежели к автомейшн соответственно получив вот это значение текста мы можем его дальше сравнивать с тем параметрам который у нас есть соответственно у нас получается мы сравнивали в данном случае по тесту который мы записывали что у нас выводится в случае если мы ввели какой-то неправильный либо правильный телефонный номер неплохо было проверить с нормальным телефонным номером чтобы выяснить воспринимает он его или он всегда показывает ошибку соответственно мы можем подобрать любой элемент который нам нужен с страницы и выяснить насколько он соответствует нашим ожиданиям для того чтобы понять что она находится вот например вот этот текст вот текст мы можем опять же сделать открыть мы раскрываем вот эти вот внутри и вот он весь этот текст с реально вся вся страница которую мы здесь видим состоит из вот таких вот описаний мы можем сравнить этот текст дальше мы можем посмотреть здесь это будет сейчас имидж вот мы его здесь вот посмотрим и и здесь где-то будет внутри зарыт имидж инспект еще раз вот и здесь мы будем искать как видите здесь много чего зарыто но в конечном итоге мы найдем так имидж потому что вот он страницы страницы не сильно долго тратить время вот она фотография и здесь будет еще где-то вот у нас вот она галерея ссылка на галерею вот еще один параметр который виден вот этот параметр и шриф здесь мы видим линк по которому он будет выходить на фотографии по любому элементу опять же те которые нам надо выясняется это могут быть линки это могут быть непосредственно какие-то потому что картинки хранятся тоже где-то на сайте по большому счету если что-то показано на экране веб-сайта оно должно где-то храниться соответственно в основном показываются будут показываться ссылки на по какому адресу находится конкретно эта картинка либо фон и это соответственно у нас еще 10 минут окей с этим посмотрите отдельно то есть f12 и по inspect element можно выйти и понять все что находится непосредственно на сайте теперь вернемся слегка дженкинсу единственно что я еще здесь видео напомню есть белым гугли первый поиск selenium python и открываем например вот selenium python этот линк есть и здесь у нас есть описание каким образом работает firefox драйвер хром веб драйвер опера драйвер здесь мы можем посмотреть как его поставить selenium в систему getting starting ссылку которая уже давала вот у нас тоже самое from selenium драйвер без уже классов как это здесь есть достаточно неплохое описание опять же возникнут вопросы спрашивайте непосредственно в скайпе к этому мы еще вернемся и не один раз дальше переходим непосредственно дженкинсу нашему знакомому дженкинс вот здесь вот было с джобом которая любезно была сделана перед этим руками тех кто это слушал открываем консоль и видим что она почему-то не проходила потому что built felt из-за того что permission denied когда был запущен фича first test сделав небольшие изменения в скрипте которые вы можете зайти и посмотреть мы получили следующий ран мы выходим в консоль output и здесь мы видим он непосредственно начал раниться вот эти вот команды которые здесь проходят говорят о том что у нас потихонечку выкачался докер те имиджи докеровский которые нам нужны для того чтобы запустить непосредственно наш тест дальше у нас мы видим о том что у нас пошел запускаться сценарий который находил и здесь вот у нас given веб-сайт ничего не напоминает из того что мы видели файла looking for title и вот он благополучно свалился но это уже свалился у нас непосредственно тот тест который мы перед этим записывали на гид дальше мы можем используя selenium эти тесты расширять то есть вот у нас есть первая таска которая прошла на дженкинс и которая сама по себе подняла докер которая запустила внутри докера selenium hub и также selenium ноды и у нас в результате она прошла для того чтобы это выглядело чуть чуть лучше мы можем нажать на фигур конфигур и добавить например пост бил экшен и добавить сюда алипорт мы сейчас вот просто добавили ли уже порт ничего не доделали то есть никаких пропорции ничего нажали сейф у нас появилась вот такая вот иконка переса мы сделаем билд на он нам сделает то же самое он сейчас запустит наш тест который опять же упадет потому что ничего не поменялось но у нас появится благодаря дженкинсу когда он пройдет я надеюсь он появится потому что это делаю непосредственно на этом дженкинс и на в этой джобе непосредственно прямо сейчас без лишней подготовки чтобы вы видели что ничего сложного в этом нет у нас еще пять минут пятьдесят шесть секунд так что пока она ранится если у кого-то непосредственно сейчас есть вопросы можно задать у меня есть вопрос по поводу архитектуры селением и да и плагин он сразу же создает для каждого теста отдельный класс в общем-то такая архитектура принципе можно просто брать оттуда эти нет импорты методы и без ну без всех этих классах атрибутов которые дополагают просто просто брать и более упрощенном виде делать в общем да на самом деле классы можно использовать иногда нужно использовать в этом нет никаких проблем но для того чтобы начать так как все таки это не для тех людей которые достаточно хорошо знают о пэй и дальше для то чтобы было более-менее понятно значительно проще не используя классов написать эти шаги подряд не влазя зачем нужен класс чему это просто взять их написать последовательно вернемся сюда например мы берем и ну чем она отличится если мы уберем вот вот так вот убрали сделали так переменных у нас вообще никаких нету вот это то есть при выходе мы это уберем и поставим вот сюда то есть это выход чтобы закрыть корректно драйвер теперь self тест мы тоже уберем соответственно вот это вот все мы сейчас сделаем вот так вот и уберем отсюда все вот эти сел просто просто набор команд будет да это будет просто набор команд дальше это можно в отдельном скрипте и либо в бихейл она тогда будет в каком-то формате сделан непосредственно но вот то что здесь написано сейчас глобально глобально не отличается от того что было написано сейчас классом класс можно будет использовать по-другому а сейчас она выполнена просто последовательно это и все то есть никакой разницы в принципе другую архитектуру можно просто сделать потому что это как-то бессмысленно для каждого теста фигачить класс иногда классы нужно сделать я покажу где их значительно удобнее сделать классы чем описывать вот так но для какого-нибудь небольшого степа вполне будет достаточно подобного спасибо а еще маленький вопрос по поводу фич у нас получается есть файлик first step имеется ли ввиду что для каждого степа у нас должен быть отдельный битоновский файлик или мы же можем просто два степа вписать в одном смотри вот у нас есть first step фича теперь мы сюда добавляем джен и например там open window вот мы писали его еще нету потому что у нас у нас где я работаю собственно там реализовано так что у нас есть один файлик step spy и там есть все абсолютно степы поэтому у меня смотри мы можем сделать новый файл можем использовать существующий по большому счету это нам в данном случае участке нажал использовать существующий и перешли сюда и получили вот здесь вот заглушку этого степа для того чтобы иметь возможность более как организованно это стоит например где-то у тебя описание степов связанных с вебапе это описание степов связанных с пользователем где-то описание степов связанных я не знаю там с каким-то конкретным ресурсом для того чтобы упростить поддержку непосредственно этих вещей мы можем сепарировать это по файлу потому что если файл будет сильно большой это будет неудобно у меня например в некоторых там файлах которые есть там по по 900 строк по 1000 потом когда начинаешь это искать это уже становится просто неудобно если это можно распределить какой-то более-менее читаемый формат почему это не распределить это одна из дополнительных возможностей нету какого-то почему именно там да нужно будет следить за тем что то есть импорт например в одних файлах будет один других будет другой но питон достаточно неплохо справляется с импортами если уже что-то у нас импортировано в одном файле и в следующем файле мы делаем импорт он не загружает второй экземпляр он использует тот который был из-за этого возникает некоторые другие нюансы о которых следует помнить но он с этим вполне хорошо справляется вот теперь здесь по аллёр-репорту переходим сюда и здесь он мне выдал ошибку что ему что-то не нравится то есть 404 он не нашел видать не открыто на внешку что конкретно с этого дженкинса с этим я разберусь не открыт аллеровский репорт но у нас вообще есть эта возможность и я ее настрою у нас будет показано непосредственно о том какие тесты упали и какие тесты нет у нас меньше минуты так что если дальше то есть можно будет выяснять в скайпе 8 на 2 2 0 Продолжение следует...